Игра получилась такая, по-хорошему, боевая. Такая для команды, которые вышли. Наверное, может быть, не совсем игра получилась в плоде эстетических моментов, но такая получилась боевая, по-хорошему, мужская игра, поэтому счет закономерный. Я думаю, что ничья будет справедливый итог этой игры. Пожалуйста, вопросы. Александр Васильевич, с учетом вашей безвыборочной серии и все-таки моменты сегодня были у Куришева в первом тайме, вы сегодня потеряли 2 очка, скорее? Ну, у Факела тоже были моменты, правда, они тоже не использовали эти, поэтому я еще говорю, результат, наверное, более справедлив, меня больше радует то, что мы все-таки сыграли на ноль, что у нас давно не происходило, поэтому в этом положительный сдвиг есть. Ну, а то, что моменты мы не реализовали свои, это и есть наша одна из главных проблем, пусть мы достаточно много забиваем, но если взять коэффициент реализации моментов, он у нас достаточно низкий, поэтому в этом плане есть куда стремиться, есть на чем работать. Пожалуйста, еще вопрос, Александр Васильевич. Соловьев и Батюкин пропускали сегодняшнюю игру, сказывалось их отсутствие? Ну, у нас любой игрок, который выпадает там либо по травмам, либо по карточкам, его всегда не хватает, потому что у нас, не могу сказать, что большая такая обойма футболистов, поэтому, тем более, эти футболисты, которые как раз такими более креативными качествами обладают, поэтому понятно, что их не хватило. Ну, первое впечатление положительное, естественно, с чем связано? Связано, рассчитывали, естественно, мы на больше в данной турнирной ситуации, зная уже некоторые результаты, рассчитывали на больше. Я благодарен ребятам очень за игру, за содержание игры, есть претензии, есть претензии по реализации моментов в первом тайме. Те три, два момента в первом тайме, один момент востапы, Мичуринка один должен был решать судьбу на матче. К положительным моментам хочу отнести то, что вторую игру мы так стабилизировали более-менее линию обороны, и вторую игру играем на ноль, это положительный момент, так мы практически пропускали, много пропускаем, да, объективные причины есть, а так хорошая игра, хорошая игра, приличная команда, не случайно они идут в лидирующей группе, но мы строго сыграли, был один момент в первом тайме, когда Кулешев, два наших центральных защитника, немножко позиционно неправильно расположились, когда головой он бил, там Федор выручил все, а так, хорошая игра с накалом борьбы, с самоотдачей, с хорошей, в принципе и по содержанию, были хорошие предпосылки у нас для быстрых, а так, здесь тоже немножко нам не хватало, именно последней передачи, завершающего удара, а так, разгоняли атаки, хотелось бы, чтобы еще более бедительно, есть над чем работать, так, ребятам очень благодарен за проведенную игру. Пожалуйста, вопросы. Владимир Петеревич, как оцените игру Рустамяна, он появился сегодня впервые, с конца августа? Ну, с конца августа он появился впервые, по простой причине, у Рустамяна было инфекционное заболевание, и он больше месяца пропустил, ждали, что он восстановится, ну, скажем так, входить в такую игру не совсем просто, тем более молодой парень, без особой игровой практики, надеялись на его скоростные качества, то, что у них и пара центральных, Юрганов, и Бабенков не очень быстрые, да, и здесь вот на его скоростные качества рассчитывали все, ну, вышел немножко, немножко стушевался, немножко, в некоторых там момент был, где он должен был повышать, ну, так, в принципе, неплохо вышел, неплохо, скажем так, для того, сколько он пропустил, без отсутствия игровой практики.